Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных прошествий дня. С вами я, Анастасия Шинусова. Сегодня в выпуске. Пушка протаранила кроссовер. Полиция Алматы выясняет обстоятельства страшной аварии. В содеянном признались, ближайшие 7 лет могут провести за решеткой трое воров-домушников из Алматинской области. До пяти лет лишения свободы грозит виновнику смертельного ДТП в северо-казахстанской области. Авария унесла жизнь 64-летней женщины. Пять человек получили травмы. Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard столкнулись на 39-м километре автодороги из Шимпетропавловск, близ села Соколовка Козылжарского района. Кто из водителей спровоцировал происшествие, выясняет полиция. Известно лишь, что оба были трезвыми. Назначены необходимые экспертизы. Полиция Степногорска начала расследование дела об очередном кибермошенничестве. На этот раз на уловки сетевых аферистов попалась 68-летняя пенсионерка. Женщина лишилась более 18 миллионов тенге, купившись на фальшивую рекламу в интернете. Жительница Степногорска наткнулась на объявление о возможности выгодного вложения в инвестирование биржи одного из крупнейших банков страны. Потерпевшая связалась с авторами публикации, и те убедили ее перевести в течение двух недель 18 миллионов 800 тысяч тенге, в которые вошли деньги, полученные в кредит, занятые у родственников, а также личные сбережения. Позже мошенники попросту перестали выходить на связь. По данному факту, управлением полиции города Степногорск начато досудебное расследование по пункту 4 статьи 190 Уголовного кодекса мошенничества. Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление интернет-мошенников. Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными и не переводить денежные средства третьим лицам. Признаки, по которым можно распознать лже-брокеров. Обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствии. Отсутствие информации о брокерской компании и ее собственнике. Просьба о переводе средств на банковскую карту личного менеджера. Звонки менеджера-брокера со скрытого номера либо с разных номеров в любое время суток. Грубое либо непрофессиональное деловое общение. Агрессивная и назойливая реклама в интернете, особенно в соцсетях. С использованием слов «народное IPO», «выгодное инвестирование», «платформа для инвестиций» и другое. Алматинские полицейские выясняют обстоятельства жуткой аварии, в которой два человека получили серьезные увечья. Мерседес протаранил Субару на одной из оживленных городских улиц и врезался в фонарный стол. Немецкая легковушка врезалась в японский кроссовер, когда тот пытался развернуться на разделительной полосе. После сильного удара обе машины выбросили с дороги, где они упали ворык. Пассажирку Субару и водителя Мерседес с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Ближайшие семь лет могут провести за решеткой трое серийных воров-домушников из Алматинской области. Молодые люди попались на квартирные кражи в поселке Щенгельде. Их удалось задержать и поместить под стражу. В полицию обратилась 55-летняя сельчанка, которая сообщила, что неизвестные похитили из ее дома золотые изделия на сумму свыше 4 миллионов тенген. Как оказалось, злоумышленники попали в помещение, отжав пластиковые окна. Вскоре полиция вышла на след похитителей. Ими оказались жители региона в возрасте от 26 лет до 31 года. На счету подозреваемых как минимум 7 эпизодов краж. Как обезопасить свое жилье от кражи? Установите прочные двери и надежные замки. Установите на окна стальные решетки. Оборудуйте подъезд камерами видеонаблюдения. Во время отсутствия попросите близких присматривать за квартирой. Беспечность и доверчивость – идеальная нажива для мошенников и воришек. И если на чужих ошибках учиться не выходит, то, как правило, жизнь преподносит жестокий урок на практике. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес кетикщебулин – собачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова